Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Самая большая аскеза и труднее всего, говорится, быть женщиной. Поэтому женщинам нужно заботиться, которые исполняют свой долг честно. Они выглядят под полной защитой. Представьте, как в визитки времена заботились о женщинах. В детстве это был отец. Который говорил своей дочери, что ты для меня лучшая в мире. Это то, что должна слушать девочка от отца. Будь убеждена, что она для отца лучшая в мире. И то же самое скажет ей потом молодой муж. И в течение жизни будет подтверждать, ты лучшая в мире для меня. А в старости дети скажут то же самое. Мама, ты у нас самая лучшая. Вот это защита женщины. Всегда получают любовь. Женщин строго никогда не наказывают за ошибки и не обвиняют. Всю вину на себя берут только мужчины. А они способны выдерживать. У них не такая чувствительность. Они более защищены. Поэтому женщины должны быть замужем. И в древние времена, если женщины было многоколичественное, тогда мужчины брали несколько жен. Но сегодня это невозможно. Таких мужчин сегодня мы не найдем ответственно. Они с одной женой не могут найти общий язык. Не говоря уже о двух, трех или четырех, или пяти, или больше. Да, бывали там по восемь жену. Пророка Мухаммеда было восемь жен, пожалуйста. И в иерусской культуре тоже было много жен. Брали, да. Но это была определенная необходимость. Не разврат. Не путайте эти вещи. Формула такая, что женщина должна быть под защитой. В этом смысле общество беспокоилось об этом. Чтобы женщина не была одинокой. И как бы никому не нужной. Это высший приговор для нее. Это хуже всего, что для нее может быть. Она должна быть нужна, любима. Вот это обязательно. Мы говорим, что женщины и дети на одном уровне. Их нужно любить, заботиться, защищать. И если в обществе женщины и дети защищены и счастливы, общество будет процветать. Если женщины не удовлетворены и несчастливы, дети, общество никогда не будет процветать. Так написано. Поэтому женщина – это экспансия богини Лакшми, богини удачи и процветания. Она живет под защитой мужчины, Пуруши.